Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня, вы на канале Валерьяна, а у нас продолжается карантин, а у меня продолжаются парфюмерные видео. И сегодняшнее видео я хочу посвятить обзору трех своих новых ароматов, которые я купила этой весной. Купила я их уже давно довольно-таки, но руки до обзора так и не доходились. Сегодня у меня есть настроение записать именно такое видео, поэтому давайте же будем поскорее начинать. Два аромата из трех я купила, зная эти ароматы, а третий я брала абсолютно без затеста, не зная даже, что это за аромат. Конечно, я о нем много читала, я изучала информацию об этом парфюме, ну и ссылаясь на свою интуицию, на свое чутье, я взяла его просто так, в свою коллекцию, в большом объеме и абсолютно без затеста. Я не ошиблась, к счастью, у меня такие проколы бывают очень редко. В этот раз это попадание в точку, в то, что я люблю. Значит, начнем с первого аромата, с которым я была уже знакома давным-давно, но сразу он не зацепил меня. Как-то у меня не было к нему даже не то, что любви, даже симпатии. И желания, соответственно, купить тоже не было. Это аромат от Кристиан Диор под названием Пюрпуазон, чистый яд, вот такой большой флакон, взяла сразу большой, потому что это намного выгоднее. Сейчас он как-то пропадает с прилавков всех практически интернет-магазинов, если появляется, то по очень даже существенно дорогой цене. Мне повезло купить его по хорошей цене, я нашла место, где можно его купить не очень дорого и очень довольна своей покупкой. Почему я раньше его еще не купила себе, да, почему я не обращала так долго на него внимания, ведь этот аромат вышел уже давным-давно, в 2004 году. Потому что, имея отливанты, у меня несколько было отливантиков этого аромата, я пока не могла с ним подружиться, он мне не нравился настолько, чтобы его купить. А почему? Да потому что здесь очень ярко выраженные белые цветы, а в основном жасмин. Тогда я чувствовала в нем только жасмин, больше ничего. И поэтому в те времена я не любила жасмин, поэтому я его себе купить и не хотела. Сейчас у меня поменялось отношение к белым цветам. К жасмину я отношусь уже довольно-таки спокойно, то есть он мне даже нравится, мне нравится горденье. Очень сильно еще пока что не люблю пуберозу, но я думаю, время придет и с пуберозой я тоже подружусь. Просто это дело времени. Этот аромат очень ярко, насыщенно, бело-цветочный. Здесь есть у нас и жасмин, здесь есть апельсиновый цвет, и горденье, и в первых нотах, и в средних нотах, и в базе. В общем, очень насыщенные белые цветы. Если вы не любите бело-цветочных ароматов, вам, скорее всего, этот аромат не понравится. О чем этот аромат? Этот аромат о строгости, об отстраненности, о колком, ярком, звонком, даже колючем жасмине в начале звучания аромата. Жасмин в окружении огромного количества ярких цитрусовых здесь. Возможно, поэтому он такой колючий, такой неприветливый, да, в начале этот жасмин. Но потом сердце открывается очень красивой кремовой горденьей, и аромат становится уже более мягким, округлым, более женственным и более таким манко-притягательным, я бы так сказала. Он становится даже сливочным каким-то в конце звучания аромата. Возможно, этому помогают присутствие амбры и сандалов в базе. Я вот почему-то так думаю. Значит, аромат очень трансформируется от своих первых нот до базы, и это мне очень нравится в парфюмах. То есть он многогранный, он не монотонный, он переливчатый, красивый аромат. Очень красивый аромат, достойно дорого звучащий, очень стильно звучащий на фоне ярких вот этих сладких ароматов и такого модного гурманского течения сейчас. Он слышится и ощущается очень стильно, оригинально, неповторимо. И очень радует еще что, что он не встречается крайне редко. Вы не услышите его на каждой второй. Мне кажется, это аромат хорошего вкуса. Не знаю почему. Если бы я услышала его со стороны, я бы отметила, что это очень приятный, красивый запах. Такой породистый, интеллигентный, утонченный. Да, он строгий, немножко отстраненный, но тем не менее в этом что-то есть. В этом как раз его красота. И за это я его как раз и люблю. Говорят, что новая версия это совсем не то, что было раньше, что абсолютно ароматы отличаются между собой, что это бледная копия того, что было раньше. Но знаете, я с тем ароматом не знакома, который был раньше с белой крышечкой. И возможно и хорошо для меня этот аромат, поэтому меня полностью удовлетворяет и радует своим звучанием. Если бы я уже сравнивала, возможно у меня также были бы к нему претензии. Говорят, что первая версия была не такая колкая и злая, как эта версия. Там было больше сливочности, больше каких-то таких сливочных, гордениевых, мягких, цветочных нот. Здесь же больше жасмина и такого жесткого, резкого и совсем-совсем не тонкого. Он не церемонится, здесь этот жасмин. Такой откровенный, ничем не прикрытый, колкий, яркий жасмин. Звучание которого еще больше усилено большим количеством цитрусовых, как я уже возможно сказала. Аромат очень красивый. Мне сейчас он так понравился. Буду носить его сейчас весной и летом попробую. Конечно же, во все сезоны года, мне кажется, стоит его попробовать и найти для него золотое время, когда он звучит именно на мне идеально. Очень красивый аромат, еще раз повторюсь. Следующий парфюм, который я себе приобрела, это Versace Yellow Diamond. Наконец-то он появился в моей коллекции. Не знаю, почему наконец-то. Вроде бы никто не мешал мне его себе купить. Но как-то руки так и не доходили. У меня был отливантик. Я с удовольствием пользовалась этим парфюмом. Давно меня к себе манил вот этот желтый, лучистый, радостный флакон. Мне кажется, среди всех кристаллов, которые существуют, этот самый-самый красивый. Не знаю, почему. Не всегда его хотелось. Мне хотелось иметь даже самый большой флакон. Но в этот раз взяла 50 мл, потому что на него была хорошая цена. Уже не успела немножечко поделиться с девочками. О чем же у нас этот парфюм? По его цвету легко можно догадаться, что здесь есть большое количество цитрусовых. Здесь и вправду есть лимон, есть пергамот. Из цветов здесь нероли, апельсиновый цвет, фрезия, мимоза и водная лилия. Также груша здесь есть в этом аромате. В общем, действительно, такой водно-цветочный парфюм. Такая пирамида часто встречается. И в моих ароматах, кстати, также. Ароматик этот получился просто на славу. Такой легкий, супер женственный, летящий, ненавязчивый, шлейфовый, очень красивый парфюм. Аромат очаровательный. Он не резкий, он не звонкий, несмотря на то, что здесь цитрусы есть. Он, наоборот, какой-то такой плавный, мягкий и немножко даже тягучий по-своему. Знаете, когда я его получила, вот у меня был перерыв между тем, что я носила от Левант и купила себе полный флакон. В это время я купила себе один аромат, о котором я уже рассказывала вам не раз. Это аромат от Марка Джейкобса под названием Daisy Oso Fresh. Когда я его послушала, я тоже поняла, что он мне что-то очень сильно напоминает. Вот не могу понять что, что-то очень знакомое и родное. И так до меня это и не дошло, пока я не купила вот этот флакон. Это очень похожие парфюмы с очень похожим звучанием. Только здесь у нас пудровая мимоза в базе. Да, очень тонко запудривается аромат, очень ненавязчиво и не сразу вы поймете, что это пудра. Просто аромат очень красиво-красиво округляется и становится мягче. Никакой шершавости и сухости эта пудра не выдает. Так же, в принципе, как и в аромате Daisy Oso Fresh. В общем, это ароматы для меня двоюродные, троюродные братья. В общем, они очень похожи. Теперь до меня это уже дошло. Одного направления ароматы. И, ну, похожи они очень сильно. Ничего, в принципе, страшного, что ароматы у меня настолько похожие из коллекции. Это такие ароматы, которые пользуются у меня лично спросом. ароматы полностью универсальные, они легко носятся, они получают комплименты, ими хочется буквально обливаться, выставляющие удовольствие парфюмы. Вот так я могла бы их назвать. То есть, они абсолютно не сладкие, но, возможно, какая-то есть небольшая сладиночка, да, цветов. Но, тем не менее, нет навязчивой сладости. Прекрасно подходящий, в принципе, на каждый сезон. Но сейчас на весну это просто идеальный вариант, мне кажется. Буду с удовольствием сейчас его носить, наряду со своей Дэйзи, конечно же. Но вам на заметочку будете знать для себя, что ароматы эти очень даже похожи и взаимозаменяемы. И мой третий парфюм, который я купила абсолютно без затеста, большим риском, можно так сказать, потому что аромат не особенно дешевый. Но мне очень хотелось иметь его у себя. Это Ароматик Синвайт от Клиник. Вот в таком большом флаконе я караулила на него хорошую цену и купила его по довольно-таки неплохой цене. Очень этому довольна и рада. И когда я его открыла, я поняла, что это попадание просто в десятку. Это то, что я люблю. Во-первых, я люблю кремово-пудровое такое направление. Я люблю спокойные такие нюдовые парфюмы. Я люблю ароматы с нотой розы и с нотой пачули. Здесь все это есть. Здесь все это в концентрированном таком довольно-таки виде. Хотя аромат и нюдовый. Но вот смотрите, аромат как бы в белом флаконе. Но пусть вас это не наталкивает на мысль и не обманывает абсолютно, что аромат какой-то нежный и мягко-пижамный. Хоть он и нюдовый, но это аромат с четким, ярким характером. Аромат, который не подходит для того, чтобы просто валяться в кровати в нем и проводить выходные за просмотром каких-то, например, телепередач или сериалов. Это аромат, мне кажется, супер подойдет. Или делаемым женщинам, или женщинам-врачам, или каким-то служащим. Очень подойдет этот парфюм в такие учреждения, мне кажется. Он никого не будет раздражать, перетягивать особое внимание на себя. Он будет хорошо подчеркивать в вас ваш утонченный вкус, мне кажется. Поэтому великолепный парфюм для деловых женщин, мне кажется. Аромат с очень интересным, неординарным составом. Не встретишь его на каждой встречной, и, мне кажется, каждая его точно себе не выберет. В общем, на любителя довольно-таки аромат. Что у нас здесь есть в составе? Состав довольно-таки интересный для меня. В первых нотах это сичуанский перец. Это лабданум и листья фиалки. В средних нотах это цветочные ноты розы, флердоранжа и пачули. Пачули здесь, как видите, не в базе, а уже в средних нотах. Но я здесь их чувствую прямо на старте звучания аромата. И в базе это у нас амбра, ваниль, бензоин и мускус. В общем, интересный, интересный такой получился замес этого парфюма. И звучит он вначале очень бальзамично так, насыщенно, даже немножечко лекарственно. Очень сразу ощущаются насыщенные, яркие пачули. По своему звучанию он немножечко мне напоминает, знаете, какой аромат? Нарцисса Родригес в белом кубике, вот этой кремовостью своей. Также Ботегу Винету мне напоминает классическую. Что-то еще от Родригесов, то есть мускус Родригесовский здесь немножечко проскальзывает. Говорят о нем, что он похож на белые пачули Тома Форда. Если честно, то я не знакома с тем ароматом, но могу сказать, что действительно здесь вот сочетание розы и пачули немножечко дает отсыл к ароматам Тома Форда, есть что-то похожее Том Фордовское в этом аромате. Но ко всем этим вот знакомым уже как бы сочетаниям прибавляется еще лист фиалки, и аромат становится не просто пачульным ароматом, но также еще немножко мыльно-кремово-мускусным. Вот эта фиалка дает такую некоторую мыльность, и аромат становится очень такой разноплановый. То есть здесь есть и мыльность, и кремовость, и пачулистость, и роза, и бальзамичность. Этот парфюм напоминает мне какой-то очень дорогой женский уход, но нота пачули, которая входит в состав, она вытягивает этот аромат на более высокий уровень, она дает более дорогое звучание парфюму, облагораживает этот аромат. Мне кажется, пачули всегда так делают, всегда вносят нотку дороговизны в парфюм, и делают аромат намного дороже звучащим, чем это было бы без пачули. Аромат мне очень понравился, я довольна как слон, что я его себе приобрела, что мне удалось его взять в таком большом объеме по супер классной цене. Буду сейчас им с удовольствием также пользоваться, мне кажется, он прекрасно подойдет на весну, на вот такую весну, как сейчас, когда еще не жарко, еще даже не особенно тепло. Буду его понемножечку разнашивать и рассказывать вам о своих ощущениях. Ну что ж, это все три аромата, которые у меня появились совсем недавно, они все разные, они все очень красивые, и все мне доставляют уже удовольствие, даже несмотря на то, что носила я их абсолютно даже немного. На этом буду заканчивать свое видео, надеюсь, вам понравилось. Если это так, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан, не забывайте о колокольчике, на который нужно нажать, чтобы не пропустить следующие мои видео. Хочу вас поблагодарить всех за просмотр, за проведенное вместе со мной время, за внимание к моему каналу, а мы увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч, пока!